Но перед началом данного видео хочу вам рассказать о конкурсе, который проводит клан НП. Правила у вас будут сейчас на экране. Кто не слышал о этом конкурсе, обязательно ознакомьтесь. Видео надо будет скинуть представителю НП. Ссылка на его телеграмм будет в описании. Ну что ж, а мы начинаем. И всем привет, дорогие друзья, с вами боец-стребитель НП-Мельниц. Сегодня на обзоре у нас будет винтовка Тор М-1. Аккаунт мне предоставил мой соклановец Сергей Глыба. Так, ну он сразу сказал, что винтовка прокачана не на фул. Ну посмотрим, что она из себя представляет на пятой звезде. Видимо он понял, что не такая уж она имбовая. Раз не стал дальше ее качать, так, на шестую звезду 7500. Пиздец. Почему такие пушки дороже прокачки, чем та же вот СТГ? У меня вопрос. Если я не ошибаюсь, на последнюю звезду там 2500. Если это не так, если сейчас больше повысили сумму прокачки, то напишите в комментариях. Ну почему так делают, я не понимаю. Да, здесь хороший прирост урона, скорострельности, даже дистанция плюс 2. Но 7500 за такую пушку. Так, 99 на 484 для сравнения. Так, блин, у нас не с чем сравнить, да? К сожалению, у нас не с чем сравнить. СТГ не прокачано. И вот этой СТГ до сих пор нету. Ладно. Вот как ему теперь собирать, да? Только в клане. В связи с последними обновлениями ящиков. Так, давайте посмотрим обвесы. Так, обвес. Ага. Золотой. Так, магазин плюс 10 патронов. Это отлично. Патрон. Ага. Патрон он не стал покупать. Ну, разница, конечно, будет. Не существенная, но будет. Так, дуло. Угу. Дуло у нас тоже за голду. Зачем это дуло за голду добавили? Я не понимаю. Бля, серьезно. Пиздец просто. Ну, давайте вот это сделаем уже тогда, я не знаю, там, за 500 голды. Ну, что за бред? Так, раскраска и брелочек. Хорошо. Пойдем мы с вами... Наверное, пойдемте в команду. Да. Потому что в битве насмерть что-то у нас боты попадаются часто. Ах, кинамо. Надеюсь, мы не попадем на отряд. О, как я люблю рандом. Очень много... Ну, как много? Для этой игры много, да, реальных людей вместо ботов. Так, какой здесь прицел? Прицел, как на СВТ. О, стреляет, хочет... Оооо... Ха-ха-ха. Почти вся обойма. Да, не вывезли, не вывезли. Мне кажется, СВТ ее перестреляет. Так, ну все у нас тут на левом плане зависло. Ну, слушайте, у ребят пушки за серебро, и они неплохо таки держатся, я вам скажу. А, это СВТ была у него, мне кажется, она не прокачана. Я не верю, что он в этой М1 может перестрелять СВТ. Ни за что не поверю. Ладно, огнемет мы припасем пока. Блин, она мне нравится, я не могу сказать. Да, мы перестреливали СВТ, у чувака 440 жизни, хп на сколько-то там брони, больше, больше 500. Так, ну давайте возьмем огнемет. Кстати, непостоянно, сколько он прокачанный. Вообще, стоило вообще это делать, нет? Вообще-вообще. Тут надо крески максимально близко подойти. Так. Огнемет и плохая вещь, кстати, я вам скажу, уже пятерых завалил. Не даем им выйти просто. Так, ладно, погнали. Я думаю, скорее всего, вот этого СВТшника в очках мастерства не прокачана уроном. Скорострельность. Не может быть такого. Я не верю, что это винтовка имба. Так, давайте еще раз поджарим. Я не верю просто в это, не может быть такого. На 645, да, я его перестреливал. Так, кто-то тут справа у нас засел. Такое ощущение, будто на автокликере играет. Тупочки, лопочки, лопочки. Как винтовка отлетела просто, типа, бля. Ну, то бишь, от меня. Кто-то там горы ждет. Опа, 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 что здесь, что здесь, что здесь, что здесь за движуха? Что вы здесь происходит? Этот переключился с автокликера. Затем, а ты понимаешь, что он такой скорострельный? Затем, а ты понимаешь, что он такой скорострельный? У нас чистая вся движуха тут на левом фланге прошла. Вот, сейчас перестрелял, но я был очень ранен, и плюс гранатка еще сделала свое дело. Так, не успею я уже никого тут завалить. Ну что ж, сейчас мне такое впечатление весьма приятное. Да, ну, поражение. К чему я радовался тогда вопрос? К чему я радовался вопрос? Так, 21 на 6. Ну, тут ребята, как бы, сами видели такие, не прокаченные. Слушайте, ну, у меня сейчас очень приятное впечатление о ней. Я не верю в это. Давайте пойдем в захват. В захвате может нам попадутся какие-нибудь монстры, и там мы уже точно проверим. Вот сейчас будет на дальней дистанции бои. Так, о, отлично. То, что нам нужно. В принципе, ботов... Так, ботов, ботов. Ну, ботов, кстати, нету. В нашей команде нету ботов. И вроде с другой тоже команды нету ботов. Сейчас мы это все узнаем. Ну, зачем ты, каратель, сбежал с боя? Я только хотел за тебе затесить эту винтовку. Зачем ты это сделал? Вот мы сейчас проверим на дальнюю, что она себе представляет. Блин, ну, быстро вынесла, быстро вынесла. Теперь у них будет один бот. Блин, ну, почему она такая имбовая? Блин, почему, почему она такая имбовая? Вопрос. На дальней дистанции она очень даже неплохая. Да, у нее не такой уж большой разброс. Так, иди сюда. Блин, не успел. Ладно. Пожалуйста. Как говорится, решайте сами. Покупать вам ее или нет. Просто там вот как раз был игрок Фура. Из Фуры и Клана. Из Клана Фуры. Он был относительно прокачанный. Вот мне раз было интересно проверить на нем, как она будет выносить. Потому что вот ребят, которые сейчас здесь играют, я честно никого не встречал в игре. Пока что на дальнюю она себя тоже хорошо зарегает. Ах, блин. Хорошо, что не успел собаку активировать. На дальней дистанции она себя тоже хорошо зарекомендовала. Посмотрите. Вот давайте просто проверим. Вот, вот, пожалуйста. Блин, дайте мне хоть кого-нибудь убить, а. Вот он, вот он, вот он. Ну ладно, я сглазил. Я сглазил, я сглазил. Хе-хе-хе. Опа. Я сглазил, видимо. Ну, чувак просто быстро двигался. Главное, надо идти точку убрать. Я ушел и все. Вот, если честно, когда я играю в захвате, такое ощущение, будто, блядь, кроме меня, держать точку больше никому нахуй не надо. О, да, я сглазил. Я сглазил, я сглазил ту винтовку. Точнее, не сглазил, а просто просрел. На дальней дистанции вы видите, да, как тяжело перестреливать. Это просто мне помогает. Хочется, там идет. Ну, в ТП же ты перестрелял меня. Да, сейчас закончится бой. Я не знаю, что происходит. Порой, мне кажется, она очень эмбовая. Порой, мне кажется, она просто палка. Ну, так сыграли мы. Да, ребята попались у нас некрепки. Ну, что ж, ребята, время подводить итоги. И, да, порой она кажется очень эмбовая, порой кажется очень слабая. Но мой совет, все равно, не покупайте ее, не прокачивайте. Если вы прям так хотите вначале играть на винтовках, более-менее, вот, пожалуйста, играйте с М1. Вот, пожалуйста, играйте с СТ-ЖИ. Причем ее сейчас можно выиграть в ящике. Она может выпасть в ящике. Но, однозначно, не эта винтовка. 5250 мощи. Здесь у нас 5700. То есть, уже если ориентироваться на мощь. Хотя, опять же, вот, посмотрите. 4900. Вопрос, нахуя нити сделал? Нахуя... Зачем разработчики сделали 4900? До сих пор остается открытым. 6800. Вот сама имба. 8. Охуе... Офигеть. 8290. Блин, ну напишите, тогда уже 80000. Я хуй его знает. Блин, откуда вы цифры эти просто берете? Да, базару 0. И мы добавили еще сейчас одну звезду. Седьмую. На седьмой звезде получается урон там тоже где-то плюс 30. Как вот и здесь в начале. Что ж, ребята, вот такой получился обзорчик. Покупать эту винтовку или нет, решать вам. Я, если честно, никогда не покупал. Я поиграл с СТГ-44 и, может быть, собирал СТГ-45. А с вами был Боец-Стребитель Наталья Хмельниц. Всех обнял, приподнял. И все, спасибо, братан. Обнял, поднял. Все ништяк от души, братка. Рахмет, Рахмет. Саубол, баскетбол, волейбол, ганбол, футбол. Анау, манау, сыр, бзал, возим, блесен, гой. Видал, туда, сюда, видал. Всем пока. Но это еще не все. Сергей Глыба продает аккаунт. Если кому интересно, пишите ему в Телеграм. Ссылка будет в описании. В принципе, я могу быстренько тут показать. Покачиваю. У меня есть обзор на его аккаунт. Я оставлю ссылочку также под этим видео. Посмотрите обзор на его аккаунт. И можете написать ему договориться о цене. Все, я ухожу. С вами был Байт Стремительный Трехмелец. Всем до новой встречи. Всем пока. Ну, если вы думаете, что это все, вы ошибаетесь. Ох, как ошибаетесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА